Добрый вечер, уважаемые коллеги, которые представили, я главный бухгалтер кооператива «Восход». Ну, как и все присутствующие, хочу поделиться опытом освоения гранта. В 2019 году наш кооператив получил грант в размере 44 миллиона 140 тысяч рублей. Первоначально кооператив начал в 2018 году. Мы занимались скупкой скота на убой мелкими партиями. Это у крестьянско-фермерских хозяйств, личных пособных хозяйств. Отправили их на убой и оптом реализовывали полутуши в Московскую область, в Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. Постепенно поняли, что у наших членов кооператива, это всего фермерские хозяйства, которые занимаются мясным животноводством. Есть ряд острых проблем в подкорме скота. Первое – это корма, потому что 70% затрат любого животноводческого комплекса – это кормовая база. Второе – это логистика. На территории Остонской области у нас очень мало племенных хозяйств, которые занимаются разведением крупного рогатого скота в мясном направлении. Всех телят, которых закупают наши фермеры, привозят с Краснодарского края, но большая часть – это Воронежская, Белгородская, Липецкая область. И затраты на логистики у фермера были колоссальны. Самостоятельно они привозили партии до 100 голов. И, допустим, кинометр, что от 55 рублей привезли 100 голов. Или кооператив привозит 500-600 голов с той же стоимостью километра. Получается, стоимость на одну голову уменьшается в разы. Поэтому перед управлением кооператива стал вопрос об участии. Узнали, что есть грантовская поддержка, не без центра компетенции. Они, кстати, разрабатывают у нас бизнес-план. На участие в конкурсе. Решили решить, по крайней мере, эти две проблемы. Первая – это корма, вторая – это логистика. По ходу разработки бизнес-плана мы, вовсе, пересчитывали 4 раза. Есть 4 варианта. Плана, то есть это было низбукты-барахты. Начали мы его рассчитывать в апреле, а деньги получили в ноябре. То есть подходили к этому тщательно. Понимали прекрасно, что есть показатели, их придется выполнять. Что могут быть форс-мажорные обстоятельства, независимые от кооператива. В частности, колебания нашей рыночной экономики, либо конъюнктуры рынка. В итоге, по результатам плана, мы приобрели кормовую установку за 18 миллионов. Из Белоруссии ее привезли. Она производит 20 тонн комбикорма в час. Это полностью покрыло все затраты наших производителей, а также их потребности в кормах. Мы обеспечиваем на данный момент 6300 голов. У наших фермеров стоит по голове. Они полностью обеспечиваются кормами за счет кооператива. Плюс с этого года начали реализовать корм сторонним организациям по рыночной цене. Для членов кооператива корма и по себестоимости, как уже указывал Кирилл, кооператив у нас не коммерческая структура. Все услуги и продукции членов кооператива отпускаются по себестоимости. То есть члены кооператива покрывают только расходы кооператива. Зарплата, горючие, смазочный материал, весь расходник. И из этого ставится цена отпускная для участников кооператива. Далее, за счет средств гранта, с финансированием мы приобрели два седельных трягача. Один из них был с прицепом для перевозки КРС. К сожалению, прицеп по перевозке КРС не попал в приказ 373-минсельхозам. Мы также по этому приказу упали. Поэтому закупали его в кооператив за собственные средства. Второй прицеп под второй транспорт – это для перевозки сырья комбикормовой для переработки и кормов к откормочным хозяйствам. Еще было приобретено 8 единиц сельхозтехники. Вся эта сельхозтехника обслуживает на фермах наших хозяйств и животных. Это чистка, уборка, кормление. То есть, все члены кооператива сняли с себя все затраты, а также расходы по содержанию техники, а также работников, которые заняты в обслуживании животных. Все работники числятся у нас на кооперативе. На данный момент мы планировали к концу 2024 года, что члены кооператива уничтожить по головам до 6 тысяч голов. Уже их озвучило их 6300. Второй. Как и все присутствующие, естественно, мы сталкиваемся с проблемами. Проблемы, я смотрю, у всех одинаковые. Но у кооперативов, лично наш кооператив, уже столкнулся с одной проблемой, которая возникла в 2019 году, которую озвучивали, это регионализация. Одно из направлений деятельности кооператива, это закупка крупного аргатого скота на убой. Мы лишились крупного покупателя, это Москва и Санкт-Петербург. Ростовская область не вошла. По ящеру круг, избранных, как их называют. То есть, естественно, единственный покупатель у нас остался, это Крым и Сочи. Мы вынуждены были сократить реализацию мяса, если в 2018 году было реализовано мясо на 66 миллионов рублей, то по результатам 2019-го 50 миллионов, по результатам 2020-го уже 30. То есть, к сожалению, это реальность. На данный момент выход есть, но кооператив не сможет, допустим, в наш участвовать. Есть у нас убойное предприятие, которое занимается обвалкой, обвалка допускается для доставки на Москву, но цена себестоимости этого мяса увеличится дважды. Если кооператив еще станет посредником между членом кооператива и перерабатывающим предприятием, то цена увеличится втрое, потому что в промежуток еще расходы кооператива придется включить. Поэтому на данный момент мы вынуждены закупать крупный рогатый сход только у членов кооператива, потому что это прописано в соглашении с Минсифон. К сожалению, это одна из проблем, все должны понимать, когда заключают, берут деньги государства, что план выполнять надо. И то есть, форс-мажорные обстоятельства, как сказала Татьяна Николаевна, ну их сложно найти, чтобы они были применимы к постановлению. То есть, подписываться дошения, рассчитывая бизнес-план, понимаете, что в конце вот то, что вы подписали, эти объемы натуральных показателей, денежных, вы будете должны их исполнять, независимо от того, что коронавирус, регионализация, какие-то еще препятствия, это бизнес, к сожалению, мы живем в вынужденной экономике. И мы вынуждены подстраиваться. Это вторая проблема кооператива, потому что стадион встретив ВСЗ нам говорит, что потребительский кооператив – это некоммерческая структура, она работает только на плата члена кооператива. Рыночные условия диктуют другое. Мы вынуждены зарабатывать, но зарабатываем мы на сторонних организациях, так же, как и доставка скота, допустим, мы не только члены кооператива доставляем, мы весь новобойное предприятие привозим. Новобойное предприятие, оказанные услуги, это уже в параличной цене. Чтобы у нас были собственные средства, первое – дальнейшее развитие, второе – вот такие форс-мажорные обстоятельства, несмотря на которые бизнес-план мы выполняем. Так вот Криворогову как быть, ввести на убойное предприятие, вы его в кооператив не возьмете. А вы готовы вообще купить у меня мясо? Во-первых, у вас красная степная, вот я поняла. Мы занимаемся только мясным направлением – Сементало, Бердинангусы, Калмыкии. Ну, может быть, галоштины, но качество этого мяса, наш покупатель тоже диктует свои условия. Это Сочи, это кафе, это только мясная порода. Я понимаю, в Краснодаре все районы, каменистые почки, как я могу держать, я оберегу на одну, сайсвандаправо поверить на ноги, я буду работать. И этот мозг постепенно на ноги не падает. Да и степь, камень, да и степь. И камни. А как раз здесь? На счет каменства не знаю, у нас у всех, но противостоиловое содержание, не выпасное. И те же абердинангусы в условиях Пешеноковского района, единственная сложность, они тяжело березать жару. Это да, у них черный цвет. Единственное правило, солнечный удар. Какой-то видимо. Да, это сложность. Но, тем не менее, срок созревания этой породы гораздо быстрее, чем те же галоштины и те же красные степны. То есть, если вы будете сдавать, просто зная по опыту, красную степную, вам большую цену никто за мясо не даст. Потому что такое мясо реализовать сложно. Еще по 275 рублей. Да. В Москве забирают. У меня, у нас оптом забирает Крым мясо по 270 рублей. Ну вы, у меня почем готовы купить? Вот бычкова... Я красную степную вообще у вас не готова купить, мне и продать некуда. Вот так, идем, замерись. А дай ребенок выпустим, пусть они берут глаза у него. Мягко, стильный. Меняйте на Геррифорда. Хотя бы сементалы тоже не капризная порода. Но опять, качество мяса тоже отвечает требованиям. А степная, тем более попастная порода, извиняюсь, у них мясо, во-первых, не плотное. Это качество снижается, стоимость снижается. Его максимум, поскольку можно продать, это 230-220 рублей мясо. А услуги убоя, а услуги досталки тоже ложится на плечи закупочного предприятия. Тогда мне проще работать на черном фланг. Да, пока прокуратура не занялась вами. Тут вам коллеги подсказывают направление, которое более, так скажем, рентабельное, экономичное. Просто есть смысл задуматься о них. А скажите, вообще, у вас же перерабатывающее предприятие, Виктория, они же возьмут и Красную Степну или нет? Не возьмут? О-о-о-о! Ну, совсем не важно. Ну, так, понимаете, обвалка. Что такое обвалка? Виктория, да, торгует на Москву. Но Москва сейчас вас не берет в полутушу говядину. Обвалка – это 60 рублей на килограмм дополнительных расходов, то есть отделение от костей, фасовка ее, плюс логистика до покупателя конечного. Если говядину в полутушах на кости можно продать 270-280, и затраты только убой и транспортировка, он транспорт на свой уже снижается, то обвалка – доводительные расходы. Еще и нобилизовать их очень сложнее. И закупочная цена у сетей не применяется. Если можно, я акцентирую, по поводу регионализации, вы слышали, что объем уменьшились закупки. Соответственно, вгое. Вгое, да. У нас регион стал благополучным, но с вакцинацией. Соответственно, мы не можем ввести дальше Воронежа, у нас есть только юг. И это все у нас связано с экспортом, связано с международным бюро, которое ввело данную регионализацию. То есть это сделано для того, чтобы Россия имела статус благополучный по ящеру и осуществляла экспорт. Но внутри страны поделили субъекты таким образом, что определенные субъекты получили статусы различных. Но Ростов, Касла, да. Соответственно, мы попали не очень... Статус у нас благополучный, но с вакцинацией. Москва и, ну, собственно, все, что вы же Воронежа, у них просто благополучно. В этой связи закупать перерабатывающим предприятиям новую скотину, ну, вы видите, нет целесообразности, у них умали объемы реализации. То есть вы, тут цепочка, вы сельхозпроизводитель, у вас есть сырье, есть перерабатывающие предприятия, они закупают ваше сырье. Дальнейшая идет реализация. Соответственно, по цепочке у нас реализация из этих введенных ограничений, к сожалению, не нами, а упала, и по цепочке вниз все на себе это расчутили. Поэтому те объемы, и те цены, которые сейчас сложились, они сложились в том числе и с учетом от регионализации. Понятно, что? Ну, скажем, даже тот же коронавирус, ну, по финансовому, это и бухгалтер, я считаю экономику, он не настолько отразился у нас, как это именно в регионализации. У нас, наше производство, кроме рогатого скота, мясного, оно не попадает ни под один аквет, мы не пользуемся ни одной поддержкой, потому что мы перерабатывали, ну, да, упали, там, на 30-20%, но по сравнению с регионализацией, это же не те потери. Так кто это такой? Да, какой вы это? Да, вы не поверите, по поводу вопроса регионализации, неоднократно на уровне федерации поднимались эти вопросы в том, чтобы поменять нам статус. Есть комиссия международная, которая собирается раз в два, собирающие предложения и меняет эти статусы. Вот, к сожалению, прошел год, статус нам не поменяли. То есть, вот, в ближайшем мае, если такое случится чудо, и, соответственно, могут изменить нам этот статус. То есть, неопределенно, но, тем не менее, каждый год рассматривается этот вопрос международной комиссии, и есть надежда, что в мае, может быть, что-то изменится. Данный статус, они тут, ну, как бы, вопрос именно находится в рамках полномочий Российскознадзора, то есть, это федеральная структура, служба, которая нам ценена в том, чтобы обеспечить благополучие человека в том, что есть живописи. Это очень сложная ситуация. Ну что ж, Ирина Викторовна, спасибо, у нас еще один спикер.